Привет, тигры! С вами проект Мой Тай Си Кей. И сегодня мы посмотрим на поединки, которые можно назвать Давид против Голиафа. Думаю, для вас не секрет, что все соревнования по единоборствам проводятся по весовым категориям. А разница между категориями в основном от 4 до 7 килограмм. Это делается потому, что каждый килограмм дает преимущество бойцу в силе и габаритах. Но людям всегда хочется драмы и фрик-шоу, чтобы посмотреть, как маленький и юркий побеждает здоровенного и сильного увольня. Наверное, поэтому и проводятся такие бои, которые мы сегодня и посмотрим. Итак, первый бой между Хонг Мэн Чоем и Йи Лонгом. Это вообще уникальный бой для заголовка «Корейский монстр против монаха Шаолинь». Пару слов про каждого из них. Хонг Мэн Чой весом 165 килограмм и ростом 218 сантиметров является самым большим бойцом кикбоксинга на сегодня. Его рекорд 18 боев, 12 из которых он выиграл и 6 проиграл. Но нужно отдать ему должное. «Корейский монстр», так его называют, дрался с лучшими бойцами золотого века К1. Такими, как Лебанер, Сэмми Шилд, Рэми Баньяски, Бадр Харри, Мирка Крокоп, Федор Емельяненко и другими. Поэтому его можно смело отнести к топовым бойцам. Хоть это и было в 2005-10-х годах. Йи Лонг, он же «Монах Шаолинь номер один», как он сам себя называет, имеет вес 75 килограмм и рост 178 сантиметров. То есть обычный средний вес, но очень популярен в Китае, благодаря своему амплуару. Обзор на этого кунг-фуиста я делал ранее, а вы можете его посмотреть в подсказках этого видео. Сам бой, конечно, получился скучным. Йи Лонг не сближался, пытаясь заходить с дистанции, нанося одиночные удары. А Хонг тоже не форсировал, пытаясь словить монаха навстречу. В итоге Шаолинь дал ногой с разворота по бубенчикам, монстра, после чего тот не смог продолжать бой и победу почему-то отдали монаху. Но это Китай, нам их не понять. Но вывод из этого боя можно сделать один. Какой бы страшный не был монстр, колокольчики звенят у всех. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий наш бой между Бобом Сапом и Кунг-Литивадаром. Многим из вас знаком этот стероидный качок-монстр по прозвищу Зверь, который выступал и в кикбоксинге, где он провел 29 боев, и в смешанных единоборствах, где провел 32 боя. Хотя нужно сказать, что там, что там у него было больше половины поражений. Боба Сапа никогда не рассматривали как топового бойца. Но имея вес около 160 килограмм и рост под 2 метра, он внушает страх своим перекачанным видам и отлично подходит для фриковых боев ради зрителей. Да и удар при таких габаритах может быть очень ощутим. Хотя нужно отметить, что у Боба нет характера бойца. Он часто падает от незначительных ударов, что мы также увидим и в этом бою, и боится соперников, которые сильно бьют, из-за чего не раз было свистом после поединков. Кункли Тивадар малоизвестный, но довольно хороший боец Муай Тай и Кей Ван, который, в общем-то, и прославился этим боем, который стал основным в его карьере. Веса перед боем показали 70 килограмм, а это значит, что разница бойцов 90 кило. Это если бы Тивадар съел сам себя, ему все равно не хватило бы веса догнать Боба. Кстати, бой проходил не по правилам Кей Ван, к чему привык Боб, а по правилам Муай Тай, что и сыграло роковую шутку с Бобиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам поединок проходил довольно динамично. Хоть Саппи пытался вначале клинчевать и вязать бой, но хай-тик Тивадара заставил его немного полежать и задуматься. Хоть на первый взгляд удар был и незначительный. Но нужно отметить колени Саппа, которые он регулярно пытался всадить более низкому и мелкому кунгли. Далее Сапп показал ярость зверя и выбросил Тивадара за ринг. А потом, как дурачок, делал вид, что хочет его запинать. Но этим он еще больше разозлил кунгли, за что и поплатился в следующей атаке, получив неожиданный удар локтем в клинче. Конечно, тайцы на такие удары даже не обращают внимания, но для Саппа это был шок и конец. Получить локтем в голову – это не бицуху перед зеркалом кача. Спасибо за просмотр! Если тебе понравился этот обзор, ставь лайк и пиши коммент. А я сделаю еще обзор на такие фриковые бои. Ну и вишенкой на торте у нас будет бой между Укухиса Минова и Зулузиньо. Пару слов про Минова. Это японский боец смешанного стиля, который провел 110 боев в разных турнирах, в том числе и в Pride и UFC. Сам он выступал в полутяжелом весе, а на момент этого боя его вес был 90 кг. Это довольно опытный и обезбашенный боец, который в своей карьере дрался с такими звездами, как Мирко Крокоп, Александр Шлеменко, Вандерелай Сильва. Правда, им всем проиграл. Но Минова всегда был готов выйти на бой против любого бойца, доказав это выйти в ринг против Кинг-Конга. Наш Кинг-Конг Зулузиньо имеет рост 2 метра и вес на момент боя 187 кг. Зулу также пробовал свои силы в боях без правил. Правда, не очень успешно. Хотя у японской публики он был довольно популярен. В принципе, как и все здоровенные бегемоты, которые выходили в ринг. Из серьезных соперников Зулу можно отметить Федора Эмильяненко, который ему навешал плюх. Итак, несмотря на разницу в весе почти 100 кг, оба бойца в ринге. Минова выбрал довольно скучную, но действенную, на первый взгляд, тактику измотать Зулу, рассчитывая на то, что наш Кинг просто устанет ходить по рингу, а потом попытаться его достать ударами в голову. Так как и ижу понятно, что бить в бронированный полуметровым слоем сало корпус бесполезно. Но Зулу не стал бегать кругами за Миновой, прекрасно понимая свою физуху и сильные стороны, а просто спокойненько пешком решил поджимать японца для фатальной атаки, которую в фильмах про кунг-фу можно было бы назвать «Небесное пузо дракона». «Небесное пузо дракона» Но в реальности это выглядело как игра «Куча мала», где находят самого маленького треща и просто на него ложатся сверху, делая все, что хочешь, ведь малыш уже просто не может пошевелиться. В нашем бою происходило где-то тоже. Зулу ловил Минова и наваливался сверху, нанося удары, или просто опуская на него свою руку, что при таком весе одно и то же, тем самым разбивая голову противника. Конечно, Зулу не обладал нокаутирующим ударом, так как японец выдержал все удары гиганта, и бой продлился все три раунда. Но свой план на бой он выполнил и одержал победу по очкам. Но несмотря на поражение, Минова тоже красавчик. Отстоять все три раунда с таким кашалотом и перетерпеть все его удары в партере стоит многого. Видеокурс Стрит Тай, неуязвимый уличник. Узнай, как оставаться нетронутым в уличной траке, убойную комбинацию, а также как работать лоукиком на улице. Ссылка в описании под видео. Подписывайся на канал, жми колокольчик и делись видео с друзьями-качками. Пускай знают, что с ними будет, когда ты встанешь с дивана и начнешь заниматься муай-тай. А тебе в этом могут помочь мои видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировке! Субтитры сделал DimaTorzok